Ароматнейшие, сочные, горячие сливочные сардельки. Вы тоже их любите. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Я надеюсь, все уже посмотрели ролик, который я снимал для затравки, про домашние сардельки. Если кто-то пропустил, обязательно сначала посмотрите, а потом возвращайтесь сюда. Потому что сегодня я покажу тот самый, гораздо более интересный рецепт для присыщенных кулинаров. Сегодня я углублюсь, а вы вместе со мной погрузитесь. Насчет погружения. Раз уж я нахожусь в Испании, то буду делать исторические экскурсы в сторону исторических личностей, испанского происхождения. Так вот, однажды, в 1936 году, Сальвадор Дали должен был делать доклад на выставке сюрреалистов в Лондоне. Публика была изрядно поражена, когда на сцену вышел Мэтр, ну вышел, если можно так сказать, с двумя огромными волкодавами, еле-еле волочащие ноги, в тяжеленных свинцовых башмаках, в глубоководном водолазом костюме. Правда, то ли сам Дали, то ли у строителей выставки не учли, что вообще-то для прогулок в таком костюме нужен воздух. Дали чуть не задохнулся, и его еле-еле откачали. Когда кто-то из репортеров поинтересовался, что же должен был означать этот странный наряд, Дали воскликнул. Ну каким же надо быть тупым, чтобы не понять, что глубоководный костюм символизирует необходимость погружения в глубины подсознания. Я надеюсь обойтись сегодня без символизма, но погрузиться нам все-таки придется в глубины процесса приготовления. Займусь раскочегариванием углей. Итак, сардельки. Советская промышленность их выпускала из свинины, из телятины и из смеси свинины и телятины. Как человек немного знакомый со спецификой производства, могу сразу заметить, что телятина в данном случае понятие достаточно условное. Скорее бы подошло наименование мяса молодых бычков. Правильные сардельки штука умопомрачительно вкусная, но, к сожалению, довольно жирная. Именно жир в составе сарделек и делает их такими сочными. Ну а в промышленных не только жир, а еще и фосфаты. Поэтому не налегайте особенно. Ну а если все-таки употребляете, не забывайте о спортивных занятиях. Сегодня я хочу запечь на углях сардельки собственного приготовления. Набивал эти сардельки я пару дней назад. Итак, приготовились. Ныряем в прошлое. Погрузились? Смотрите. Вот у меня колбасный шприц неизвестного производителя. Скорее всего, китайского. Раньше я набивал колбасы, сосиски, используя мясорубку. Но для изготовления сарделек, сосисок, вареных колбас фарш превращается в эмульсию. У меня большая семья, активные дети, все мужики. Поэтому если готовить мясные изделия, то делать это надо сразу в промышленных объемах. Я уже говорил, вот в этом ролике, если не смотрели, щелкайте, обязательно посмотрите. Ну, либо загляните в описании видео. Он полезный. Так вот, в этом ролике я говорил, что как-то решившись приготовить сардельки, я купил сразу 8 килограммов мяса. А что вы понимали, из 8 килограммов мяса получается приблизительно 12 килограммов эмульсии. Так вот, мы с сыновьями чуть не загнулись, набивая эту гору сарделек. Это вам не пару килограммов набить. Хотя, с другой стороны, конечно, может у меня насадка на мясорубку не очень удачная была для сарделек. Ладно, поехали. Да, и насчет эмульсии. Я готовил ее вчера, и она сутки у меня стояла в холодильнике. Для того, чтобы выяснить все подробности ее приготовления, вам придется погрузиться еще глубже в прошлое. Всем привет! Для сегодняшних сарделек понадобятся взятые в равных пропорциях говядина-телятина и свинина по 900 грамм. Свинина полужирная. По ГОСТу полужирной считается свинина при содержании жира 30-50%. Больше 50% это уже жирная. А нежирной считается свинина с содержанием жира не более 10%. Еще понадобится килограмм 20% сливок в виде ледяной крошки. Поэтому замораживайте заранее. Соль, пряности читайте подробнее в описании видео. И... Швартенблок. Об этом поподробнее. Очередное погружение еще глубже. Всем привет из прошлого. Сегодня собираюсь сделать заготовку, которую использую при приготовлении сарделек. Я очень люблю сочные сардельки, которые при надкусывании взрываются липким горячим соком. Ну, думаю, как и вы тоже. Эта липкость, это большое количество сока в сардельках достигается наличием в них большого количества коллагена. А коллаген, в свою очередь, содержится в соединительных тканях. В коже, например. Отчего кожа и становится эластичной. Ну, женская половина аудитории знает об этом гораздо лучше меня, верно? Источником этого коллагена для моих блюд у меня является свиная шкурка, ну, свиные ножки. Я их собираю старательно в морозильнике, а когда набирается достаточное количество, готовлю из них тот самый немецкий швартенблок. Собственно, все просто. Заливаю это небольшим количеством воды и варю на медленном огне часа два-два с половиной. Пену, конечно, надо снимать и не забыть добавить соли из расчета 1 грамм соли на каждые 100 граммов шкурок. Моя чайная ложка вмещает без горки 5,5 грамм соли. По окончании варки я измельчаю шкурку в блендере. Добавляю к ней процентов 10 по весу с того бульона, в котором она варилась. Теперь довожу на слабом огне эту смесь до кипения. Просто потому, что и чаша блендера, и ножи блендера могут быть нестерильны. Все готово. Перекладываю в чистую посуду. И в таком вот виде готовый швартенблок хранится у меня в холодильнике. Это отличнейший источник коллагена и источник сочности для шпикачек, сарделек, сосисок, для колбасок, которые прекрасно получаются на гриле. Пока вы смотрели мои сказки про коллаген, я успел мясо нарезать. Сейчас буду превращать его в фарш. Очень важно контролировать температуру мяса. Нельзя допускать, чтобы температура поднималась выше 12 градусов. Лучше даже установить себе границу в размере 10. У меня даже чаши комбайна и ножи в холодильнике лежали, чтобы сохранить низкую температуру. Дело в том, что для сохранения сочности сосисок, сарделек, то в принципе вареных колбасных изделий... Секунду. Так вот, чтобы сардельки в процессе готовки не получили так называемый отек, но это когда в виде бульона под пленкой сосиски выступает вот эта самая влага, фарш, который мы превращаем в эмульсию, должен быть способен удержать эту самую влагу. Так вот, эта эмульсия удержит влагу только если в процессе ее приготовления температура не поднялась выше 12 градусов. Чуть-чуть не доглядели и получаете брак. Сосиски с водичкой внутри. Мясо у меня тоже было подморожено. Его температура 0, может быть, 1 градус. Именно жир в составе фарша эмульгирует воду. Есть, конечно, другой способ. Для того, чтобы увеличить способность белков мяса удерживать воду, на производстве в фарш добавляют фосфаты. Они служат нескольким целям. Во-первых, фосфаты в фарше являются катализаторами. Даже не катализаторами, потому что катализатор усиливает реакцию сам, и не участвуя. А фосфаты в фарше еще как участвуют. Их добавление увеличивает эффективность как к действию поваренной соли, так и сами фосфаты в присутствии хлорида натрия тоже работают более эффективно. Следите за температурой, кстати. Оптимальное для эмульгации – плюс 3, плюс 5 градусов. Стало подниматься – лучше приостановитесь. Возьмите весь фарш, разложите тонким слоем в пакете в полиэтиленовом и отправьте в морозильник. Пусть немного подморозится. Так вот, о чем бишь я? А. Добавление фосфатов позволяет уменьшить фарш и долю жира, сохранив эмульгирующую способность всего фарша. Вторая цель добавления фосфатов – увеличение сроков хранения готовой продукции. Сосиски, сардельки, вареные колбасы содержат достаточно большое количество жиров. Жир со временем окисляется. Так вот, фосфаты замедляют этот процесс. Использование фосфатов позволяет увеличить выход готовой продукции до 130% от веса сырья, без риска получить отек. То есть, мы, по сути, покупаем колбасы на очень большую часть, состоящую из воды. Ну, к слову сказать, эти самые страшные фосфаты и в мясе содержатся в виде молекулы АТФ. Правда, в парном только. Ну, где нам парное мясо купить? В течение 3-4 часов после забоя это самое АТФ, аденозинитрифосфат, по-моему, если я не ошибаюсь, распадается на молочную кислоту. Поэтому, хотите есть сочные, но не жирные сардельки, добавляйте в эмульсию фосфаты. Не хотите, чтобы фосфаты вымывали кальций из костей организма, добивайтесь высокой эмульгируемости введением достаточного количества жиров. Не хотите ни фосфатов, ни жиров? Сторонники здорового питания? Питайтесь зеленым салатом с нитратами. Сначала тщательно отвешу все пряности, смешаю с солью и все это дело измельчу. Про соль отдельно поговорю, обстоятельно поговорю. Эмульсия, как я уже сказал, нужна для того, чтобы связать воду. Эта эмульсия, по сути, является белковой матрицей, такой вспененной губкой из белка, из жира и воды. Образуются белковые решетки капсулы из разрушенных клеток. Добавляя в фарш соль, мы повышаем осматическое давление на стенки клеток, и они разрываются, выдавая наружу как раз-таки тот самый мясной сок, насыщенный белками, который и участвует во всем этом самом процессе. А теперь я хочу смешать измельченные пряности и соль со шварценблоком. Кроме поваренной соли, я добавляю в фарш еще и нитритную. Да, я говорил уже о ней неоднократно в нескольких подряд роликах, однако на канал постоянно приходят новые люди, да и кто-то из постоянных зрителей, возможно, пропустил их, поэтому повторюсь на всякий случай. Нитритка очень важна. Нитритная соль – это та же самая поваренная соль с добавлением нитрита натрия. Раньше при приготовлении ветчин, колбас и прочего использовали селитру, то есть нитрат калия. Сейчас для тех же самых целей используют нитрит натрия. Я мог бы, конечно, сейчас углубиться в длинные цепочки химических реакций по преобразованию нитрата калия селитры в нитрит натрия, но не хочу морочить вам голову. Так как процентное содержание нитрита натрия в вареных колбасах по ГОСТу в готовом продукте не должно превышать 0,005%, для удобства и безопасности дозировки его смешивают на производстве с поваренной солью и продают под названием нитритная соль. Обычное содержание в такой соли нитрита натрия 0,4-0,5%. Таким образом, чтобы не превысить указанных мной значений, нам нужно на килограмм фарша добавлять не более 10 граммов такой вот нитритной соли. Фарш тщательно вымешивается, и сейчас самое время добавлять сливки. Сливки у меня заморожены. Они из себя представляют сейчас снег из сливы. И его нужно добавлять поднемногу, по частям, чтобы вся эта жидкость эмульгировалась, чтобы не получилось расслоение как раз-таки этого самого фарша. Поэтому торопиться в этом деле не надо. Если вы будете вымешивать руками, оденьте медицинские перчатки, потому что фарш очень липкий. На самом деле нитрит натрия при тепловой обработке реагирует с миоглобином и гемоглобином в составе фарша, и это дает как раз-таки сохранение цвета. В результате его количество уменьшается, и от первоначально добавленного количества этого нитритного натрия в готовом продукте его становится во много раз меньше. Вы еще не устали от этого урока химии? Закругляюсь. Короче, пробегусь по реперным точкам. Контроль температуры важен для исключения отеков колбасных изделий, то есть для сохранения сочности, в конце концов. Оптимальная температура 3,5-5 градусов. Критичная – 12. Выше 12 ни в коем случае подниматься температура не должна. Поваренная соль, кроме вкуса, важна как инструмент, который разрушает стенки клеток для того, чтобы белки вышли в виде мясного сока и образовали ту самую эмульсию, которая нам нужна для сохранения сочности. Жиры в составе фарша способствуют созданию эмульсии вместе с белками, которые удерживают воду в связанном состоянии. Нитритная соль выполняет сразу три функции. Во-первых, сохранение красивого цвета, розового. Во-вторых, угнетение клостридиум бутулином. Я думаю, бутулизм нам не нужен. И, в-третьих, вкус ветчинности. Сахар в составе рассола окисляется сам и замедляет окисление нитрита натрия. Соответственно, нет нужды увеличить процент содержания этого самого нитрита натрия. И, кроме того, сахар, как вкусовая добавка, смягчает соленость изделия. Вот и все факторы, которые, как я считаю, важны для домашнего колбасника. Посмотрите, какой отличный просто получился фарш. Идеальная эмульсия, очень липкая. Теперь убираю ее в холодильник на сутки. Выдарнули. Все запомнили. А я как раз заполнение шприца закончил. Набивка проста. Это у меня натуральная чрева. Я покупаю ее на ebay у какого-то англичанина. Думаю, что в России проще либо на рынке ее купить, либо в интернет-магазинах. Мне писали, что в метро Кэшнкэре она тоже есть. Так что, если есть у кого под боком магазин, загляните. Она у меня хранится в холодильнике в соли. Перед употреблением я отрезаю необходимое количество и вымачиваю в прохладной воде минут 15. Теперь, чтобы не мучиться с воздушными пузырями, я выдавлю через цевку весь воздух. Вот так. У этого шприца в комплекте идет 4 таких вот цевки разного диаметра. Вот, смотрите, пошла эмульсия. Теперь завязываем на чреве узелок и быстренько набиваем. У этого шприца две шестерни. Если крутить вот эту, вот так вот, то скорость подачи фарша получается большая, но зато требуется большое усилие. А если вот эту, вот эту вот, то скорость подачи маленькая, но зато и усилие совсем небольшое на ручку приходится прикладывать. Не надо пытаться прямо сейчас набивать чреву очень плотно. Мы эту плотность потом при перевязке отрегулируем. Смотрите, какая красота, а! Быстро, удобно, не нарадуюсь. Кстати, если интересны подробности про этот шприц, маякните в комментах. Я потом лучше обзор сниму со всеми плюсами и минусами этого агрегата. Вот сколько у меня получилось. Теперь перевязка. А шприц уберу, чтобы не мешался. Я не зря говорил, что плотно набивать не надо. Теперь беру вот так, передавливаю и вот так. А теперь в следующую, в обратную сторону. И так по всей длине. В составе эмульсии у меня есть нитритная соль. Для того, чтобы розовый цвет фарша был более розовым, что ли, не знаю, более красивым, более аппетитным, сардельки нужно выдержать при комнатной температуре, вот в таком виде, 2 часа, а потом уже отваривать. 2 часа прошло, начнем процесс отваривания. Он не особенно геморройный, но требует наличия термометра. Ну, у вас-то уже термометр должен быть. Как без него эмульсию для колбас сделать? В избежание вопросов. Вот в этом ролике я объявлял результаты конкурса. В описании этого ролика есть ссылка на продавцов ebay этого термометра. Вам совершенно не обязательно покупать именно такой. Сгодится любой термометр. Но, пожалуйста, не задавайте мне вопрос, а сколько нужно времени, если у меня нет термометра? Друзья мои, без термометра вы никогда в жизни не определите, какая реальная температура у вас в вашей кастрюле, в духовке, в мясе. А для приготовления сосисок, сардель и колбас вот эти вот градусы очень важны. То есть буквально 65 градусов додержали, не доварили сосиски. 70-72 градуса вы их переварили. У вас не получится той самой идеальной консистенции, той самой идеальной сочности. Поэтому хотите готовить вот эти вот вещи точно, классно, здорово, пользуйтесь термометрами. Тем более, что не так уж он и дорого стоит. Можно вполне найти за 300-500 рублей такую вот ерундовину, но не такую, может быть, без тросика. Ну, это ваш помощник на кухне, который, ну, ничем не заменит. На дно кастрюли кладу тарелку, чтобы сардельки не касались дна. А теперь выкладываю сюда сардельки. Накрою их другой тарелкой, чтобы не всплывали. И устанавливаю термометр. Необходимо, чтобы температура воды достигла 80 градусов примерно за полтора часа. Чем медленнее, тем лучше. Если у вас газовая плита, поставьте рассекатель. Или посудину с сардельками грейте на водяной бане. После того, как температура воды достигнет 80 градусов, держите сардельки в этой воде при температуре 80 градусов еще 20 минут. Ну, или воспользуйтесь, опять же, термометром для того, чтобы измерить внутреннюю температуру сарделек. Нам нужно достичь 68 градусов по Цельсию. И сразу после этого их надо отправлять в холодную воду, чтобы восстановить дальнейший нагрев. Все, сардельки готовы. Как только остынут, можно убирать в холодильник или даже в морозильник. Их хранить, как обычные магазины. С той только разницей, что это не обычные сардельки. Это великолепнейшие сардельки, достойные самого придирчивого гурмана. Вот так я сардельки готовлю. Пока вы погружались в тайну биохимии, угли уже разгорелись, овощи я нарезал. Можем приступать. Сначала высыпаем угли. Угли готовы тогда, когда они покрылись белым пеплом. Почему? Ну, потому что если они покрыты белым пеплом, то языков пламени уже нет. А именно языки пламени являются причиной того, что продукты подгорают еще до того, как успели приготовиться. Важный момент обращения с грилем. Для того, чтобы продукты не прилипали к решетке, их можно класть на решетку только тогда, когда она как следует раскалилась. И, конечно же, она должна быть чистой. Я для этого прохожусь под ней металлической щеткой. Ну, а затем протираю бумажным полотенцем, смоченным в растительном масле. И можно выкладывать в продукты. Теперь накрываю крышкой и немного подождем. Крышка, конечно, совсем не обязательно атрибут, но удобный. Горячий воздух от углей поднимается, отражается от крышки и опускается вниз. Таким образом получается, что продукты готовятся не только за счет лучистого тепла снизу, но и от конвективного сверху. Сардельки, я думаю, уже можно перевернуть. Красивый, черт возьми. Ну и овощи тоже перевернул. Положу их в те места, где угли у меня пожарче, чтобы подрумянились. Сардельки совершенно не обязательно готовить именно на углях. Их можно в духовке запечь, на сковородке. Даже просто отварные, они чудо как хороши. Я думаю, пора все снимать с огня, а затем снимать пробу. Как все-таки сегодня с погодой повезло. А запахи какие! Сначала, конечно же, сарделька. Сок, ароматы. Фантастика. Обязательно появится один-два человека с заявлениями. Да проще в магазин сходить. Камрады, закажите пиццу по телефону. У человека органов чувств всего-то ничего. Можно обонять приятные запахи, можно смотреть на прекрасное, можно слышать замечательную музыку, можно ощущать вкусы. Еда – это одно из немногих удовольствий, доступных человеку. А есть еще удовольствие от творчества. Можно готовить, как маляр красит стену, по площадям валиком шарашить. А можно, как художник, кистями наносить и создавать картину. Настоящий шедевр. Так вот, я снимаю ролики, стараясь поделиться с вами этой радостью творчества. Создание букет ароматов, блюда, запахов. Ну, а потом, естественно, когда вы повторите и приготовите это за мной, радостью ощущений тех вкусовых, ароматических, тактильных. Это здорово. Для того, чтобы просто удалить голод, совершенно не обязательно убиваться на кухне. Гораздо проще купить шаурму в ларьке. Я же стараюсь снимать ролики не про еду, не про какое-то конкретное блюдо. Я стараюсь поделиться с вами эмоциями, радостью создания чего-то нового, чего-то классного. Мощно задвинул, правда? Новые зрители, если я вас не сильно отпугнул своей тирадой, у меня такое в первый раз, честное слово. Пожалуйста, загляните в описание видео и подпишитесь, чтобы не потеряться. В описании видео вы найдете ссылки на Инстаграм, на ЖЖ, на Вконтакте. В Вконтакте можно задавать вопросы, там отвечать значительно удобнее, чем здесь на Ютубе. Некоторые через Google+, задают свои вопросы на Ютубе, и я после этого ответить не имею возможности. Даже кнопка «Ответить» не появляется. В Инстаграме вы можете найти фотографии, анонсы, так скажем, тех блюд, которые я только собираюсь приготовить. А в ЖЖ есть, назовем их, статьи, текстовое описание тех рецептов, которые я показываю на видео, в которых, быть может, вам будет более удобно просмотреть все эти нюансы приготовления, которые я, может быть, недостаточно четко и однозначно проговорил на видео. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok